Это что у нас тут такое? Что у нас тут на фоне? Это у нас Каланчевская 49, МАДИ, и мы идем, короче, знакомиться с материалами дела. Вот. Пойдем. Не-нет, не сюда. Я просто фору что-то плохо оценил. Где этот талончик? Там, справа. Так, подача, галобовое обречение, консультация, прием галобовое обречение, личный прием. Личный прием, управление, рассмотрение дел и обращение. Идем. Прикольно. Очень интересный аппарат. Да. Фигел. Ну, это. Ребята, в общем-то, чтобы записаться туда, похоже, нужно пройти несколько круглых паттеров. Да. Посетитель 141, подойдите к окну номер 3. Это МАДИ, детка. Тут даже заплатить нельзя, легко. Ты должен мучиться, даже когда платишь. Сработало. Да. Хоп. Доволен? Угу. Ждем. Тинк 142, подойдите к окну номер 3. Курпуске на 10. Да. Значит. Мне бы познакомиться с интерьерами дела, с каким-то правонарушением в отношении меня. Пожалуйста, паспорт. Номер постановления вам пришел? А у меня нет постановления. Да. 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 Мы так к себе ждем. Павел Ильич, фото-материалы я доспечатал. Можете подойти сюда и ознакомиться с видеороликом. Если желаете зафиксировать эту видеозапись, можете зафиксировать ее. Естественно. Там у меня оператор есть. Как будете готовы, скажите. Мы готовы, да? Да. Все. Сюда эта башка. Угу. Угу. Библика. Все. А можно сначала? Да. Пожалуйста. Смотрим внимательно. Здесь стоит фура. И вот как из-за фуры можно увидеть знак с левой стороны. Да. Ну да. Отлично. Особенно выезжая со двора или разворачиваясь. Так. Понял, Ильич? Ага. Где-то документы сзади. Это вам? Так. О, основание документов. Так. А это все получаются материалы, да? Да. Все? Все. Слушайте. Да. Тут должно быть просто чуть больше. Нет. А, нет. Протокол задержания, наверное, да. Копию протокола получал. Там еще должны быть... А, объяснение есть там мои? Да. А и что? Там должно быть два листа объяснений, как минимум еще. Вот, короче, перенали меня виновными, пацаны. А, уже все поставили? Да. Все поставили. Такое число? Четвертого вчера. Это протокол у нас... Получали или не получали? Нет, протокол-то получал. А объяснение там есть? Да. Я просто поставил объяснение. Ну да, я там уже проверял. Вот. Нет. Нету, да? То есть материал дела отсутствует. Так, а оригиналы делайте. Это сканированные документы, которые... Нет, это я понял, а оригиналы где находятся? Оригиналы, то есть вы, если захотите... Нет, с оригиналами, пишите заявление, и вы ознакомитесь. А имя кого? Если хотите обжаловать постановление... Нет, обжаловать-то понятно. А в производстве у кого сейчас находится дело? Как это? Постановление вынесено. Ну, дело-то оно не повисло, оно в чьем-то производстве находится. Правильно. В каком производстве? Вынесено постановление. То есть вынесенный штраф. Что за процессуальное лицо? Если вы не согласны с этим постановлением, вы можете написать жалобу. Жалобу напишут сюда, подойдите. Обязательно напишу. Обязательно напишу. Без вашего участия. Без вашего участия. Смотрите. Мне нужно ознакомиться, во-первых, с оригиналами. Дело, да? Во-вторых, мне нужно понять профессиональным... Ну, на имя кого писать ходатайство? Обознакомление с этим материалом. Я вам бланк дам. Нет, я помню, что вы бланк дадите на имя кого писать ходатайство. Ну, в производстве у него находится дело, получается? Значит, вы пишите свое обознакомление. Это не обознакомление. Это ходатайство. Опять-таки, вы пишите ходатайство. Заявление, обращение, дайте руководитель. Руководитель... Мне не нужно руководитель. Мне нужно лицо, в производстве которого находится дело. В соответствии с статьей 24.4, кодексом средних правонарушений, ходатайство подается лицо, в производстве которого находится дело. Доказано ему, что сейчас производства нема. Сейчас по этому делу вынесено постановление. Ну как не производство, оно прекращено? Дело не прекращено. Ну, вынесено постановление. Вынесено постановление. Оно же не прекращено? Постановление униснего. И если не согласно, пишите жал先. Если вы согласны, brownie. Еще раз, разовите мне, пожалуйста, процессуальное лицо, в производстве которого находится дело. Опять-таки, у меня база как представитель Управления и восстановления дела обращения, только те документы, которые У кого он сейчас находится, я сказать не могу. На имя кого у меня получается? На имя руководителя. Руководитель дает вручение. Ваше заявление в ходатайство в соответствующие сроки. Рассматривается и дает самому. Сегодня это возможно будет делать? Даже если вы сегодня подадите в ходатайство, оно сегодня будет зарегистрировано. А в России, если завтра будет присвоен входящий номер, вводили документ оборота, куда он выходит. И будет расписано по исполнителю. В течение трех дней ходатайство должно быть рассмотрено. И ответ вам направлено. Это с чего вы это взяли? В соответствии с законодательством в течение трех дней. Я не знаю, может быть у меня какое-то другое законодательство, но в соответствии с статьей 24.4, кодусом средних правонарушениях ходатайство рассматривается немедленно. И подается как минимум не начальнику Сорокину, да? А, заместитель начальника. А операциональному лицу. Мне бы понять хотя бы, кто это лицо. Понимаете? Чтобы я ему поднул ходатайство. Хорошо, чтобы он не разъяснил, в чём производстве находится дело. Давайте ручку. Об ознакомлении с материалом в дело. Да я не могу ему писать, если не в его производстве находится дело. Понимаете? Вот, пожалуйста, бланк вам. Заявление можете зачипнуть и писать в адресе. Отлично. Пишешь элемент есть? Пожалуйста. За стол присаживайтесь, напишите, подойдёте сюда. Спасибо. Какой сервис? Сервис отмади. Отмади отсюда. Что тебе-то неинтересно? По такому-то адресу водитель. С чего он взял, что я вообще водитель, у меня прав нет. Вы чё? У них по умолчанию все водители. Ну да. Фактически, прорывающий там-то там-то, место работы не установлено. Не установлено. Опять. Это сведения, подляющее установление. Так. Порывающий там-то там-то, должность сведения отсутствует. Преднамеренно прекратил движение отраспленного средства в машину за инвестицию знака 327, который запрещает установку установку. Преднамеренно, да? Преднамеренно, получается. То есть, не установлено вообще, с чего они взяли, что я вообще водитель. Неизвестно. Так. Ну и там признать виновным и стрелять. Тачка. Ага. Знак. Ну, как вы видите, да? Как вот водитель может вот так видеть знак, да? Ну, за фурой. Да. То есть, если он развернулся, вот так встал за фурой, ничего не пекает, да? За жёлтой полосы, соответственно, нет. Вот, опять-таки, вплотную за фурой. Фуру, кстати, не эвакуировали, что-то самое. Вот это да. То есть, по идее, кто является провокатором этого спикатакля. Да. И вот дальше знаю. На знак сфоткали с другой стороны. Что это за знак, непонятно вообще. Вот, к чему это. Опять-таки, принадлежащим. Но нигде не написано, что я чем-то управлял. С чего они вообще это знали, в зрении. Ну и всё. Заявление, в котором... ...на часть года пристали. Ой, ребят. Всё, пока пиши, а потом напишем речь, да? Да. Деньги на бочку, когда будешь класть. Я снимаю, да? Да. Так, когда будет рассмотрено? Я сейчас отписываюсь от удатайства в отдел Духовного оборота для регистрации. В соответствии с 52-м федерального законного рассмотрения и жалоб обращения. Регистрация не более трёх дней. Вот. Как только будет удовлетворение, то будет рассмотрено. Немедленно? Не с жалоба обращение. В течение трёх дней у вас нет, да? Не, вы говорите о законе обращения к жалобам и обращениям. У нас КОАП. У нас нет 59-го ФЗ. Значит, ваше ходатайство будет зарегистрировано. Присвоен входящий номер. Ну, в общем, со мной связываются, правильно? Да. С вами связываются по телефону, который вы здесь оставили. Но не сейчас, не сегодня. Нет, не сегодня, потому что надо поднимать это дело. Тихо. Тихо, да. Я поздно. Вас поинформируем по телефону, как только будет готов. Хорошо, спасибо. Если хотите, подождите. Я вам прочту, когда она будет зарегистрирована. Да я наряд вызвал. Если это у вас интересует. Вы мне уже ответили на все вопросы, спасибо. Всё, хорошо. Всё, Павлик. Что, следующий? Всё, бложек запилил нормально. Да, нормально, нормально. И на канал подпишитесь. Не забудьте. Можем вам помочь. У вас какие проблемы? Да нет, у меня всё чётко, кстати. Всё чётко? Тогда замечательно, не можем. Не порадоваться за вас. Всего доброго, на. Где помойка-то? Что это такое? А, ну можно оценку поставить? Да. По КД можно так же? Да. А у них всё равно, они все конвертируются в смайлики. Всё это делается там. Они в смайлики. Все. Ну короче, сходили мы в МАДИ, чтобы ознакомиться с делом административного правонарушения. Но там, видимо, не знают, что это такое. Там вот, ну сначала, вот, на тебе вам материалы дела. Но это не все материалы дела. Там было ещё куча материалов дела. А этих, кстати, не было. Это, видимо, ваша просвещала шлисты из базы. Объяснений нет. Ничего нет. Оригиналов, документов тоже нет. Чтобы узнать в производстве, у кого находится вообще дело, кому заявляет ходатайство, там, представленные доказательства и так далее, пользоваться процессуальными правами, непонятно. Для этого пришлось писать заявление о тиреоходатайство. То есть, это дичь какая-то. Ну, будем дальше смотреть, что из этого выйдет. Всё.